Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Согласно постановлению правительства Дагестана, в нашей республике создано непубличное акционерное общество «Единый оператор Республики Дагестан» в сфере водоснабжения и водоотведения. Подробнее об этом расскажет сегодня наш гость, генеральный директор акционерного общества, единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения Шапиев Магомед Гаджи Серождинович. Здравствуйте! Здравствуйте! Магомед Гаджи Серождинович, расскажите, в чем состоит основная цель и задача создания акционерного общества и что подслужило предпосылкой для этого? – Предпосылкой послужило, что у нас в предприятии в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения есть и частные предприятия на территории Республики Дагестан, и есть муниципальные. Они сегодня все находятся в предбанкротном состоянии, в банкротном состоянии. И в такой ситуации невозможно вложение средств, инфраструктуру, включить какие-то инвестпрограммы, производственные программы, накапливаются текущие долги за поставляемый энергоресурс, за газ, за свет. В течение последних 20 лет практически очень мало уделялось внимания этой инфраструктуры. Для нормализации ситуации в сфере ЖКХ в Республике Дагестан в соответствии с протоколом совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Валентиновича Новака от 1 октября 2021 года решением по итогам стратегической сессии по защите модели экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северокавказского федерального округа, проведенной председателем правительства Мишустиным 28 ноября 2021 года, была разработана и утверждена главой Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым программа устойчивого экономического развития предприятий в сфере энергетики ЖКХ Республики Дагестан. В рамках данной программы создан акционерное общество «Единый оператор» в сфере водоснабжения и водоотведения, также в нее включается инфраструктура теплоснабжения, на базе которой будет консолидироваться весь имущественный комплекс по всем муниципальным образованиям в единый перечень. Для чего это делается? На сегодняшний день, как я ранее сказал, все предприятия находятся в очень ветхом состоянии, в состоянии банкротства, текущие долги растут, деньги в инфраструктуру кладываться не получается, так как нет утвержденных производственных программ, инвестиционных программ. Данные программы у них не включены в тарифы. Тариф включается в расходную часть, которую несет предприятие, все расходы постатейно. И установленные тарифы 2018-2017 годов, данные расходы не включены. В связи с чем инфраструктуру деньги не вкладывались, она изнащивалась. На сегодняшний день износ данных сетей и площадных объектов составляет более 80%, что не может соответствовать требованиям и предоставляться качественная услуга. В связи с чем мы в рамках данного предприятия сейчас консолидировали на первом этапе город Каспийск, водоснабжение, водоотведение. Это было в августе месяце. Включили в состав тарифа инвест-программу, тоже производственную программу, в которую внесены мероприятия. А каков принцип работы единого оператора? В принципе, работа единого оператора консолидировать имущество, имущественный комплекс водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение в единую инфраструктуру, установить экономически обоснованные тарифы. В которые будут включаться программы, производственные программы, инвест-программы, капитальный ремонт, закупка материалов, выполнение работ хозспособом. И в соответствии с тарифным соглашением, утвержденным Минтруда, есть коэффициенты фото заработного фонда работников организации. У нас в старых предприятиях до сих пор люди получали, там могут, могли получать 8 тысяч рублей, что не соответствует даже минимальному окладу работника. В рамках этого предприятия единого оператора это все установлено. И как бы принцип работы – консолидировать имущество и держать его в нормативном состоянии, и вкладывать средства, и развивать инфраструктуру для улучшения услуги. А работа будет проводиться во всех дагестанских городах? На сегодня вообще принцип работы его включает консолидация всей инфраструктуры по всем городам. Первый этап – города, второй этап у нас уже будет районная инфраструктура, но на первом этапе мы консолидировали имущество Каспийского водоканала, который находился в банкротстве на протяжении 2015 года данное предприятие находилось в банкротстве, и на сегодняшний день консолидировали Каспийск, Избербаш, город, данное предприятие тоже находилось в процедуре банкротства, имущество консолидировали. Также Избербашские тепловые сети – тоже организация находилась в процедуре банкротства, имела реестр кредиторов, долги, текущие долги наращивал, в связи с чем сегодня после консолидации данного имущества установили экономически обоснованные тарифы, установлены льгодные тарифы для населения. У нас в рамках данной программы Народным собранием Республики Дагестан утвержден закон о льгодных тарифах. Что такое льгодные тарифы? Льгодные тарифы для населения остаются на уровне индексов, которые позволяют предельные индексы, население оплачивает, которые позволяют, на уровне этих индексов устанавливается льгодный тариф. Экономически обоснованный тариф устанавливается для прочих потребителей. Соответственно, что предусматривает данная программа? что разница между льгодным тарифом и экономически обоснованным тарифом нам субсидируется с федерального бюджета. За счет чего у нас есть возможность оплачивать энергоресурс, зарплаты, налоги и, соответственно, еще производить работы, замены сетей, строить какие-то новые объекты в рамках инвест-программы. И за счет этих мероприятий мы сегодня планируем привести в соответствие услугу, подаваемую населению. Известно, что в планах было объединить в себе республиканские муниципальные водные сети в границах Махачкалы, Каспийска и Избирбаша. Расскажите, удалось ли реализовать намеченные задачи и с какими проблемами вы столкнулись в ходе работы? На первом этапе вообще эта работа консолидации, она такая рутинная работа, очень сложная. Прежде чем консолидировать имущество, мы обследуем, проводим техническое обследование объектов, потом устанавливаем наличие правоустанавливающих документов, отвод земель, соответствие водозаборов. Эти все мероприятия там как бы занимают немалое время. У нас в планах на 2023 год была консолидация вот именно агломерации Махачкала-Каспийск и к нему же города Избирбаш. Мы на сегодняшний день по плану выполнили мероприятия по городу Избирбаш и Каспийск. По Махачкале мы, когда работу начали, у нас возник антикоррупционный иск, поданный Генеральной прокуратурой в отношении собственников данного имущества, находящего Махачкала. Махачкалинское имущество водоснабжения и теплоснабжения находилось в частных руках. И в рамках рассмотрения этого искового заявления были приостановлены мероприятия консолидации по Махачкале. На сегодняшний день иск удовлетворен. Все имущество передается в казну Российской Федерации, водоснабжение и теплоснабжение, и даже электроснабжение города Махачкалы. После чего казна Российской Федерации через Росимущество передает его субъекту. Мини-имущество Республики Дагестан. Соответственно, мини-имущество Республики Дагестан его будет передавать в управление единому оператору. Сама процедура пошла. Сегодня иск удовлетворен. Имущество передано Росимуществу. Сейчас распоряжением правительства Российской Федерации данный комплекс передадут Республику Дагестан. Соответственно, после чего мы начнем процедуру консолидации по городу Махачкалы. По двум остальным городам процедура проведена. Но смысл не стоит только Махачкала, Каспийск и Сбербаш. Мы на сегодняшний день, что позволил единый оператор нам, в рамках данной программы мы заключили конституционные соглашения на организации теплоснабжения Дагогнях и городе Кизилюрте. Соответственно, это дало нам возможность заявиться в фонд развития территории Российской Федерации за средствами на полную реконструкцию этих городов, системы теплоснабжения. Мы заявки подали, нам заявки одобрили, так как новые предприятия долгов не имеют, есть возможность включения возврата этих средств. И, соответственно, заявка одобрена, конституционные соглашения заключили с данными городами. На сегодняшний день Дагогни, которая не могла получить паспорт готовности в течение последних трех лет, мы сегодня начали, практически контракты заключили и начали работу по обновлению полностью системы теплоснабжения Дагогни. Параллельно у нас работа идет по Кизилюрту. Следующим этапом, так как у нас Махачкала попала в иск и по срокам перекинулась на более другой срок, мы начали работу по другим городам. Мы сегодня подготовили конституционное соглашение и начали работу по консолидации еще имущества водоснабжения Дагестанские огни. На сегодняшний день на утверждение Минэнерго тарифообразования лежат документы утверждения долгосрочных параметров тарифов. После утверждения мы направляем конституционное соглашение Дагогни, его публикуют, объявляют конкурс, через 45 дней мы заключаем договор консессии и соответственно консолидируем уже воду тоже Дагестанских огней. Мы параллельно готовим сегодня тоже конституционное соглашение по теплоснабжению в городе Буйнакск. У города Буйнакск система теплоснабжения, организация была в банкротстве тоже на протяжении последних 6-7 лет. На сегодняшний день данное имущество за неимением интересантом через процедуру банкротства вернули к городу, на баланс города. Соответственно у города нет организации, которая будет эксплуатировать. Мы выступаем инициаторами, чтобы это имущество передали нам в консессию. По ним тоже обследовали весь комплекс. Сегодня заключаются договора и в отопительный сезон планируем уже в рамках единого оператора зайти в город Буйнакск. Работа ведется по городу Хасавюрт, также водоснабжение и теплоснабжение. На сегодняшний день объехали весь город попутных потребителей, провели полный комплекс обследований, готовим все правоустанавливающие документы и соответственно готовим тоже конституционное соглашение. В этом году планируем мы до конца года консолидировать Хасавюрт, Буйнакск, Дагогник, Кизилюрт. Соответственно если у нас имущество распоряжения выйдет по Махачкале, также планируется консолидировать город Махачкалу тоже. Это значит, что будет произведена реконструкция всех коммуникаций, да? В рамках данной программы будет производиться реконструкция более ветхих коммуникаций. Конечно мы в рамках тарифа не можем всю инфраструктуру поменять, но более ветхие, более изношенные части сетей, насосных станций, котельных мы включаем в инвестпрограммы данного предприятия. Что позволит хотя бы на протяжении последних пяти лет привести более-менее в соответствии с данной инфраструктурой. У нас параллельно есть программы Минстроя, федеральные программы, которые масштабно вкладывают уже масштабные реконструкции. А в текущей деятельности параллельно единый оператор это дополнительный источник финансирования для решения этих проблем. У нас вопросы какие возникают при консолидации. К сожалению в муниципалитетах отсутствуют документы на некоторые объекты, правоустанавливающие документы восстанавливания, землеотводы, заключение, санэпидзаключение на водозаборы. С этим сталкиваются, это такая рутинная работа, к сожалению затягивает, установление тарифов, там есть регламентные сроки. За эти сроки работа идет, не останавливается, тем более по инициативе нашего главы Сергея Алимовича, у нас эта программа была предусмотрена до конца 2024 года. По инициативе главы республики эту программу продлили до 2027 года, что нам позволяет в спокойном формате довести тарифы до экономически обоснованных и привести инфраструктуру, восстановить данную инфраструктуру. Что касается города Каспийск, вот с недавних пор он, как известно, перешел на бесперебойную подачу воды, это заслуга единого оператора? Естественно, да, потому что данное мероприятие в рамках единого оператора, сам единый оператор и установленной производственной программы нам позволили восстановить старые водоводы, которые не эксплуатировались. Дополнительные водоводы в ветхе мы в рамках производственной программы восстановили, что соответственно дали дополнительный объем воды в город. Также мы обследовали весь имущественный комплекс города, настроили гидравлические настройки, произвели, распределили объемы воды. На первых подъемах водозабора, водоподъема мы заменили насосы, что позволила также производственная программа и федеральные субсидируемые средства нам закупить необходимые насосные агрегаты, материалы. И за счет этого мы увеличили дебет воды, который позволяет нам сегодня круглосуточно подавать воду в городе Каспийск. Мы таким же путем пошли и по городу Избербаш, но не в летний сезон мы эти мероприятия провели. Также мы в Избербаше начали подавать круглосуточно воду до летнего сезона. Но в летнем сезоне, к сожалению, летнее время с увеличением потока туристов, попутных потребителей, все эти санатории на попутных потребителей подключены к данному водоводу. И, соответственно, дебет воды не хватает до города Избербаша, не доходит необходимой для подачи в летнее время постоянной воды. Но, несмотря на это, мы подаем постоянную воду, но, к сожалению, происходят некоторые перебои. Перебои в связи с чем? У нас данный водовод от Каспийска до города Избербаш протяженностью 40 километров, он с 70-го года. Он очень в ветхом состоянии, у него амортизация все 100%. Когда мы за счет насосных агрегатов сегодня, которые установили мощности, начинаем увеличивать объем, у нас начинаются аварии на трубе, труба разрывается. В связи с этим приходится сбрасывать давление, пока мы восстановим трубопровод. Бригада восстановила, пока мы потом наберем необходимый объем воды, это занимает время. И за счет этого происходят перебои. Не в летний сезон. Мы же его запустили с декабря и на круглосуточную перевели где-то в феврале. В феврале перевели город Избербаш. У нас вода бесперебойная была в городе Избербаш до середины мая где-то. Вот в середину мая у нас... Так туристы начались? Да. Начался сезон, начались там попутные потребления, поливные эти и за счет этого. Но несмотря на это мы проводим комплекс работ по данному водоводу. Очень много выявляем несанкционированных врезок, которые подключаются на данный водовод. Поливы там, где-то там подключают какие-то объекты, гостиницы. Мы отключили более 180 объектов за этот период. Из них на учет поставили мы более 50 объектов. Остальные объекты мы отключаем. Проходит 3-4 дня. Выезжаем на место. Опять появляется подключение. Соответственно, мы начали сейчас выкапывать водоводы, чтобы они не подключались. И ограничили воду для попутных потребителей. Диаметры были там 50-60 без приборов учета. Там определенный норматив носили в договор. И как бы работали люди. Они там поливают, открывают, льется эта вода. Никто на это не обращал внимания. Сегодня мы их как бы принудили устанавливать приборы учета, антитаранные ящики, грязевики, как положено, регуляторы. Соответственно, тариф сидит большой. Соответственно, диаметр маленький. Платить надо деньги. Люди начинают экономить. За счет чего мы как бы объем воды, подаваемый город Избирбаш, увеличим. То есть как бы безалаберно так водой не пользуются люди. Начинают емкости набирать, аккуратно работать, когда их на учет ставить. Эту работу проводим систематически. Провели большой объем работы. Мы когда в городе Избирбаш консолидировали, объем начислений в городе было 3 миллиона рублей, к примеру. На сегодняшний день у нас начисления мы довели до 9 миллионов. Это более 120% увеличили мы базу. На учет поставили около 2000 физлиц, около 600 объектов у прочих потребителей, которые за свою жизнь вообще за воду никто не платил. Соответственно, на сегодняшний день эти средства, которые поступают, они позволяют нам их же вкладывать в производственные программы. За счет чего мы как бы можем уменьшить аварийность, уменьшить, улучшить качество воды. И вот этими мероприятиями мы пытаемся более-менее порядок сделать в данном направлении. Это невозможно там за 1-2 дня сделать, за год-два, потому что 20 лет не вкладывали средства. Почему еще в тариф такие объемы сели работ? Потому что очень много работы надо проводить, а когда 20 лет не вкладывалось, и за 1 год вложить тариф тоже невозможно. И мы их на 5 лет распределяем, но все равно они садятся в тариф эти мероприятия, за счет чего надо его приводить в соответствии, несмотря на более масштабные проекты. Масштабный проект – это быстрые эффекты в тарифе. Масштабные проекты занимают очень много времени, пока вы обследуете, пока решение примут. Потом проектное задание, проект, проект экспертиза год, стройка два года – это где-то 3 года занимает эти мероприятия. А за счет производственной программы капремонта мы можем получить более быстрый эффект. Но, к сожалению, средства не позволяют масштабно это делать и силы. Ну, потихоньку планируем это все привести в соответствии. Как обстоит дело со строительством коллектора между Хачкалою и Каспийском? Строительство коллектора – у нас был незавершенный объект по данному коллектору. По-моему, в 2020-м или 2019-м году начали проектирование данного коллектора на завершение. Хотели завершить данный проектор. При обследовании ростовская экспертная организация дала заключение, что данный объект не соответствует регламенту и сампинам, что не будет, ну, как бы, не подлежит эксплуатации. И в связи с этим было принято решение в те годы запроектировать новый коллектор. Начали проектировать новый коллектор. Запроектировали новый коллектор. Стоимость коллектора там превысила, там, 70 миллиардов рублей. Ну, вот, как я помню. И в связи с этим и дефицитом бюджетных средств, там, федеральных программах не могли заложить эти средства, этот проект мог занять длительное время. Там, один год, там, кусок построили, следующий год кусок. Оно бы продлилось бы на, там, могло продлиться 5-7 лет. В связи с этим, там, по поручению главы республики, министром строительства и ЖКХ республики Дагестан, совместно с федеральными ведомствами, было принято решение оптимизировать данный проект. В рамках оптимизации данного проекта было принято решение исключить данный проект и построить, провести реконструкцию главной насосной станции, где собираются все стоки города Махачкалы. Данная насосная станция мощностью 150 тысяч кубов, его увеличивает до 300 тысяч кубов. В рамках программы ИБК были средства для республики Водин-Индэ. Эти средства переложили на постройку напорного коллектора с диаметром 1400, протяженностью 16 километров до очистных сооружений. У нас есть еще программа МК, модернизация коммунальной инфраструктуры, это федеральная программа. Средства выделены на эту программу 2,3 миллиарда, если я не ошибаюсь в цифрах. Эти средства тоже включены на реконструкцию ГНС-6 по постройку глубоководного выпуска, соответственно, на реконструкцию Каспийской главной насосной канализационной станции и напорных коллекторов, что нам позволит дойти до того же эффекта, что построит за 70 миллиардов коллектор. А мы здесь нашли решение, республика нашла решение в рамках 20 миллиардов рублей построить всю инфраструктуру. Соответственно, туда же включили, сейчас подала республика заявку на инфраструктурный бюджетный кредит, на постройку новых очистных сооружений тоже, увеличение мощности до 300 тысяч кубов. И это нам позволит в полной мере охватить все стоки города Каспийска и города Махачкалы. Дополнительно, это дало нам еще возможность в рамках единого оператора мы подали заявку в тот же фонд развития территории и будет строиться 47 километров внутри городских коллекторов, канализационных коллекторов, которые будут собирать все стоки неканализированных районов, и в последующем эти стоки попадают на этот ГНС, охват этих всех выбросов, и оттуда транспортироваться на новые очистные, с новых очистных по новому глубоководному выпуску они будут очищены из стоки и пускаться в море. Вот эту концепцию утвердили глава республики на уровне федеральных ведомств, утвержденная программа. Сегодня лимиты по модернизации коммунальной инфраструктуры утверждены и доводятся, сейчас планируется начинать работа по проектированию данных объектов. Соответственно, мы параллельно от единого оператора подали заявку на 47 километров канализационных сетей по новую стройку города Махачкалы. У нас заявка, первый этап одобрена, на этой или на следующей неделе будет выноситься на президиум вице-премьера Хоснулина на утверждение этой заявки, после чего по данной программе тоже будут доведены лимиты. Магомед Гайджисер Рожетинович, я желаю удачи вам в вашей работе. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо большое, рад буду. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания.